добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы наша недельная глава называется вот нашему правцу авраму 75 лет он идет со своей семьей с женой своей сарай с племянником лотом со всеми имуществом с людьми которых приобрели в хране идет страну к наан он проходит по стране во все места и он заходит исследует страну ставит жертвы между бейт элен и аэм направляется в небе в кьюгу но случился голод не первый раз кто и у нас слова голод но это первое опоминание голоде который случился в одних нашего отца аврама он принимает решение спуститься в египет дело в том что но есть у человека это запасы но дело в том если нет травы скоту есть нечего погибает скот это все это это целая трагедия выжить невозможно поэтому у него нет выхода кроме того что спуститься в египет он понимает что люди не боятся бога он понимает куда он идет он понимает что может лишиться жизни из-за своей жены потому что она женщина красивая он сказал своей жене сарай я знаю что ты женщина красивая и если мы придем египет то меня убьют по поводу того что ты красивая скажи везде куда мы не придем что ты моя сестра и тогда опасность жизни аврама минует у него был план такой что они придут египет все увидят эту красивую женщину начнут ней свататься будут ходить к нему как брату дарить подарки потом он поймает момент и убежит с ней так он решил поступить но всевышние свои планы у аврама свои пришли они границы египта он спрятал сару в сундук на таможне спросили что у тебя в сундуке я уплачу налог какая разница это вдруг у тебя там золото это плачу налог золото вдруг бриллианты на плачу с бриллианты они поняли что тут не то и открыли сундук и они обомлели такой красоты женщины они не видели и они поняли что эта женщина никому не им никакому вельможи египетскому не 2 не может быть речи они поняли что она достойна только фараона и планы авраама рухнули похвалили ее вельможи похвалили фараону фараон без разговоров ничего не спрашиваю авраама дал ему богатство дал ему и рабов и рабынь и скот и золото и серебро все ему дал достали землю и верблюда и ослы и рабы в общем все достал царо во дворце авраам ничего не может сделать ничего он только молится он шок состояние невероятное всевышний что делает он казнит египет он наводит на дом фараона язвы какие-то половые органы поражены там страшная трагедия в доме всевышний дал понять фараону в чем дело за что он может умереть он призвал авраама и говорит почему ты не сказал что она жена твоя сказал сестра и поэтому сейчас забирай жену твою уходи ответа у авраама он не требует вот ты ты сам виноват ты сказал что она твоя сестра то есть если мы видим что авраам спустится потом страну приштим и а в мл их он праведник и когда с ним происходит такая трагедия мл спрашивает что ты имел ввиду когда ты сказал что она твоя сестра и вам будет говорить что она и правда сестра моя она дочь отца моего но не дочь матери моей стала мне женой в общем там а фараона нет он нечестивец ему вопрос только лишь бы выжить его не интересует ответ авраама его интересует спасти только свою жизнь а то что он сам нечестиво поступает для него это нормально и он не забирает его ничего все это золото серебро этот скот все отдает только лишь бы он ушел отправил людей чтобы проводили отправили только за территорию страны выдвижки он понимал что он умирает все вышли так расправился с ним что он просто понимал что если он сейчас это не сделает египту конец и они выпроводили авраама и авраам ушел и уже с богатством приходит в страну к нам и у лота шедшего с авраамом также были и шатры и скот и все откуда откуда у него а дело в том что он хорошо поступил он не предал авраама не сказал что на самом деле сарай его жена не сестра ну раз он так поступил то естественно ему тоже досталась награда всевышнего естественно вот так вот и вон тоже разбогател после этого случается ситуация невероятная авраам пасет свой скот только на пустынных местах местах которые никому не приезжал а в то время там не жили в этом месте уже к найне и пресеи естественно была у них собственная земля какая-то лот с этим не церемониться где хотел там паслый скот и произошел спор между пастухами стада авраама и пастухами стад лота авраам сказал лоту что ты делаешь ты же пасешь скот на чужих землях это же мы не можем так поступать но говорит нет всевышний обещал что твоему потомство дает эту страну а эти люди окна он будет рабом окна они это рабы твои а имущество раба это имущество хозяина авраам говорит ну это же всевышний в будущем обещал это же не сейчас это время не наступило лот с этим не соглашается авраам говорит тогда делись от меня если ты пойдешь на лево я на право ты на право и на лево на всех условиях а врагам а будущий врагам соглашается на любые условия как и лот выберет лишь бы с этим нечестивцем вместе не жить лот выбирает материальную часть самую красивую долину иордана в общем она была как страна египетская орошаемая земля прекрасная и остается здесь авраам ушел дальше вот так так разошлись авраам слотом что было дальше мы будем разбирать завтра на сегодня наш урок заканчивается урок был дан для поднятия души владир бен григорий павел бен ефим самуил бен герш хай амалка бот йосиф мира бот аврагам роза бот михаэль памяти ури бен харитон мендель бен медель яков на хум за здоровье светлана бот клара шимон бен из хак борис бен мария анна бат ривка полина пиро бацони сура лена бат клара жени бот ида анна бат елена евгений бен софья двое работ миря моисей бен ева ирина бот двора юсибен раиса инесса бат маэль евгений бен берта егения вата фира бат а на геннадий бен елена лёрган клара ольга бат светлана йосиф дан бен сара таня бот фрида и до ватри во Вадим Бен Татьяна, Юлия Батбела, Хана Цепора Бацара, Шимон Бен Мира, Фейга Батберда, Берда Батфейга, Мазл Парнаса Сгулай Рина Батури, Аронария Бен Нури. За хороший дух Аронария Бен Двойра, Денис Бен Ахум, Авигат Бацара, Парнаса и Брюд Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина, всего хорошего Олегу Марченко. Всем браха Парнаса Кавана Мазл то, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем всего самого наилучшего и чтоб скорее закончилась страшная война. До следующих встреч. Шалом!